Девушки отдыхают Прошло много времени, но у меня прибавилось опыта, я стал крепче, сильнее, я бью гораздо жестче И я думаю, что это очень важно, так что ему нужно быть осторожным Да, я с ним уже бился, говорит Буакав Мое тело, моя техника немножко изменились с того времени Я думаю, что в первом раунде или во втором я все-таки смогу сделать все Чего бы ты старался избежать в этом бою? Я думаю, наверное, все-таки ударов в среднюю секцию, мид-киков не хотелось бы пропускать Ну, он очень хороший боец, считает Буакав Сегодня я прибавлю немножко в силе и выиграю у него Выиграешь по очкам или по воле случая нокаутом? Забудьте об очках, только нокаут Конечно же, я хочу выиграть нокаутом, считает Буакав Но для меня и для моего имени очень важно побеждать нокаутом Это моя стратегия Мы желаем тебе очень хорошего боя И тебе хорошего боя Я сделаю все, что от меня зависит, несомненно Говорит Джабар И вот он идет Чингисхан Джабар Аскеров Краса и гордость Дагестана Молодой Горячий Погони за удачей Кстати, родился, как и я, 24 января Мы с ним под одной звездой родились Да Это уже имя в мире кикбоксинга 25-летний боец Который и за Арабские Эмираты объединенные успел побоксировать Начал вообще-то он с дзюдо Но не очень долго изучал науку Дзюгара Кана А затем перебрался с подачи своего отца Конечно Конечно же Что мы без наших родителей Попал в секцию муай-тай И так ему там полюбилось И понравилось, что Стал профессиональным бойцом И вот Буакавпора промок Соперник Джабара Аскерова Это большая честь Для любого сражаться с Буакавом Буакавпор промок Легенда Победитель престижнейших турниров в Таиланде И уже звезда европейского ринга 29 лет Буакаву Ну сейчас он промок Суцакорон Так его сейчас зовут Весит 69 500 Рост метр 74 У Джабара метр 73 кстати И 202 победы У Буакава 21 поражение 51 победа нокаутом И поединок По правилам Кей-1 Три раунда по три минуты Без ударов локтем Удары руками Ногами, коленями И без клинча Старые знакомые Черных трусах Джабар Черных с красным и белым поясом Буакав Россия против Таиланда Конечно Многие Буакава Это Это песня Очень хорошо работает Ногами Ювелирно Опасно И это сложная Задача Которую предстоит Решить Джабару Аскеров Бьет По туловищу Все верно В первом раунде Нужно побольше Обрабатывать Туловище Сбивать Дыхание Успевает Выполнить уклон Аскеров И вот Происходит То самое О чем Говорил Джабар Он пропускает Средний уровень Удар Буакав Очень Хорош В нанесении Типов Так что Аскеров Как в воду Глядел Но можно Глядеть В воду И видеть Там всякое Но В конце концов Свою Судьбу Мы В состоянии Корректировать Я Может быть В какой-то степени Фаталист Но Не на все 100% Это точно От нас С вами Тоже многое Зависит И какой бы Не был Талантливый Именитый Титулованный Опасный Соперник У вас Все равно Можно с ним Сражаться Все равно Он живой человек Допускает Ошибки И Не стал Ронять Ронять Буакова Аскеров Вроде бы Почти уронил Но Не стал Дожимать Дело Дело в том Что В правилах Кейван Запрещены Клинчи И Броски Соперника Поэтому Джабар Поступил Корректно И Это Говорит О том Что Он Сохраняет Холодный Рассудок И Контролирует Себя А для бойца Это Первейшее Дело Сохранять Ясность Мысли Тогда У вас Будет И Четкость Действий Пытается Джабар Обострять И Нормально Все нормально У Джабара Его так просто Не пробьешь Успевает Немножко Расслабиться Буакав Короткие Паузы Между Вот этими Бесконечными Атаками Аскерова Он успевает Немножко Покланяться По сторонам Встряхнуться И Чувствуется Вот такой Немножко Релакс А в нужный Момент Он вновь Готов К труду И обороне Идет, идет вперед Аскеров, но при этом сам ударов наносит не очень много, а в основном наталкивается на ожесточенное сопротивление и очень жесткие удары, в том числе и коленом. Рвется, рвется вперед Аскеров, но очень непростая миссия. Ну а что касается Буакава, конечно, мы понимаем с вами, что это имя из его клуба сложено. Вообще-то он самбат Банчамек, так от рождения его звали. Но выступая в клубе по промок, конечно же, ему пришлось взять имя. И Буакао – это значит «Белый лотос». Сейчас его зовут «Белый лотос» из клуба «Порт Промок». Но в то же время он сейчас из «Суцакорн». В его имени клуб «Суцакорн» присутствует. И чемпион стадиона Ом Ной. Это очень важный и титульный такой чемпионат в Таиланде. На Олимпини бился за титул чемпиона, но, к сожалению, не выиграл. И дважды становился победителем чемпионата Гран-при K1 Max. И тем самым вписал себя в историю мирового кикбоксинга. Немножко устал Джабар. Но, несмотря на усталость, удары его все такие же лихие. Ага, вот сейчас хорошо начал атаку передней рукой. И вдогонку ударной левой. Так что нужно, нужно терпеть и работать активней. Концовку не за 20-15 секунд. А вот сейчас, если хочешь выиграть, надо переламывать. Свою усталость переломишь, тогда и соперника можно сломать. Ой-ой-ой, немножко зазевался, засиделся и прилетела нога. Птичка хай-кик. Вот лоу-кик сейчас почему-то забыл Джабар. Просился хороший лоу-кик, но нацелен на голову и сконцентрирован на работе рук Аскеров сейчас. Молочина. Не ожидал Буакав, конечно, вот такого сюрприза. Бой завершился. И кто же у нас одержал победу, будут решать судьи. Буакав пор промук, одерживает победу и очень раздосадован Джабар Аскеров. Буакав надеялся поквитаться, но толком не вышло. Хотя достойно сражался. Но Буакав, как всегда, элегантен. Как на родине Джабара Аскеров сказали бы, красавчик. Что скажешь об этом решении судей? Я считаю, это справедливое решение. Я думаю, Буакав выиграл этот бой. Ну, я не знаю, я был достаточно настойчив. И, наверное, я все-таки выбросил довольно много ударов. И я, честно говоря, сражался как мог и, наверное, достойно. Вполне достойно. Однако чуть-чуть лучше сегодня был Буакав. Ты доволен решением, исходом этого боя? О, да, конечно, Буакав. Очень счастлив я и немножко травмирован. Но мы надеемся, что увидимся в следующий бой с Фабио Пинка в марте. И будет та же техника или другая? Ну, посмотрим. Я буду тренироваться. Ну что ж, удачи. Удачи, Буакав. И удачи, Джабару. Конечно, Джабару Аскеров. Удачи. Удачи! Удачи!